Медицинские услуги Медицинские услугам все-таки у нас трудно сделать бесплатно УЗИ, томографию. Вот это все невозможно УЗИ, бесплатно вообще невозможно сделать, нужно ждать месяцами. Это, конечно, непорядок. И еще то, что у нас нет мамолога, это, конечно, безобразие. Полный у нас никогда, мне кажется, его не было. Вот эту проблему нужно срочно решать. Мамолог женщинам мне несколько круга обязательно нужен. Сложности, конечно, очереди бывают, но так ничего. Пока что да, потому что редко обращаюсь. Я хожу к врачам часто, меня устраивает. А запись? А запись? Нет ли проблем с записью? Ну нет, если предварительно запишешься, какая проблема? А если уже надо сразу, ну и тоже попадешь, и без салончика тоже принимают. Очень не жалуюсь. А к врачей хватает? Специалистов? Ну, у меня ко всем хожу. Мне как я нужны врачи, все есть. Девчата понимают добросовестно, работают хорошо. Я довольна обслуживанием. Мало врачей, поэтому очень долго приходится ждать талончиков. Вот сейчас кассу, например, платных услуг нужно сделать УЗИ, а УЗИ нету. Приборы у нас есть, а на приборах никто не работает. Надо, чтобы научили людей, и чтобы действительно диагностику делали. Приборы мне очень хорошо тогда было бы. А так, больной придешь уже, ни на что не смотришь, прорываешься и прорваться не можешь на прием, потому что народу много. И талончиков нету. Нет врачей, нет приборов, которые бы нас, ну как говорится, лечили и узнавали, что за болезнь. Диагностировали. Да, диагностировали. Приходится выезжать и платно где-то проверяться в Питере, в Москве, потому что направление от округа тоже не получишь сразу. Вот поэтому сюда надо, чтобы были, приезжали специалисты по этим приборам. Приборы-то у нас есть, и все, так что, чтобы овладевали ими, и на месте все проходило. По округу у нас довольно-таки серьезно богатый был, и приборов накупили, так что уж недолго же выучить специалистов. Хотя бы из тех, кто здесь уже работает. Наверняка бы кто-то переквалифицировался и работали в специальных кабинетах. В прошлом году не мог попасть в Глазному очень долго. Нету записи. Там обещают, завтра позвоните. Но завтра звонишь, через неделю записи, это уже нету на этом неделе. И так вот, оттягивали, считай, месяц не мог попасть. А так, нормально все, все устраивается. Ну, в целом, все нормально. Очередь как очередь, когда они сейчас неизбежны, поэтому так все хорошо. Бывает, я обычно по телефону записываюсь, кажется, по телефону очень удобно. Подвонив и все. А специалистам попадает? Хватает? Да, хватает, хватает вполне. У нас специалистов хватает. Все нормально, так что пока не обижаемся. В принципе, все нормально. Как бы, ну, очереди, так они всегда, в принципе, как были, так и есть. А так все, в принципе, хорошо. Специалистов хватает? Хватает, да? Нормально все. Каких трудностей у вас не вызывало? Нет, все как бы, все вежливо, все как бы, нормально, все объяснят, все как бы, подскажут, если что. Если у вас есть мнение по интересующему вопросу, задавайте его по телефону на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицы города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok